всем привет добро пожаловать на портал невроза мегаполиса и сегодня в рубрике коротко и ясно вы увидите обсессивно-компульсивное расстройство или аббревиатура okr что же это такое для тех кто знает внимательно послушайте для тех кто не знает послушайте может вы себя найдете если вам тема неврозов очень близко шучу и так okr обсессивно-компульсивное расстройство обсессивно компульсивное расстройство относится к классу неврозов сегодня расскажу о том что это такое что делать и почему такое происходит чуть поглубже более подробно Okr конечно надо заниматься как и любой вегетососудистой караболемой панической караболемой депрессивной караболемой тревожно-фобической проблемы надо заниматься с психотерапевтом индивидуально в группе по скайпу очно неважно моя тема сегодня в коротко и ясно объяснить что это такое чтобы поняли что происходит и так окр делится на две основные истории проявлений обсессии и компульсии обсессии это навязчивые мысли компульсии это навязчивые действия отсюда и название сейчас расскажу о каждой обсессии и компульсии а потом что за этим стоит и что такая за фигня с нами происходит и почему на самом деле тема окр это болезнь я ее назвал болезнь пятерышников и хороших мальчиков и девочек поэтому если ты пацан который в принципе особо не парится что о нем подумают особо не париться по поводу того накажут его или не накажут по поводу того что кто скажет и так далее скорее всего это не твоя тема но если ты сука пятерышник у тебя красный школе диплом и ты хороший мальчик и ты должен произвести правильное впечатление сделать правильно для родителей чтобы только никто плохо не подумал а вдруг ты будешь плохим а вдруг тебя там накажут кто-нибудь день и будет или еще что-то плохое вот скорее всего у тебя будут такие проблемы поэтому если тебе абсолютно по барабану скорее всего тебе надо смотреть этот ролик но если тебе важно мнение окружающих важно чтобы тебя не наказали не подумали а тебе плохо то скорее всего этот ролик для тебя и так обсессии и компульсии кстати поэтому я все время говорил что пятерышники они все больные на всю голову еще не видел ни одного здорового потому что любой пятерышник это нормативность если я получу двойку я плохой мальчик если пятерку я хороший мальчик и вот эта модель всю жизнь потом идет создается некие рамки и эти рамки потом начинают долбить человека по полной программе сейчас об этом поподробней и так обсессии и компульсии обсессии навязчивые мысли компульсии навязчивые действия как обычно это проявляется а вдруг я сойду с ума а вдруг я заболею спидом а вдруг я возьму ножи кого-то завалю а вдруг я возьму про спрыгну с балкона а вдруг я покончу с собой а вдруг я подумаю об этом и это случится а вдруг я заболею этим а вдруг а вдруг а вдруг Мысли, которые навязываются и повторяются, мешают жить. Как правило, шизофрения, болезни, поступок, потеря контроля и так далее. Вот это называется обсессией. Компульсии – это проверки, перепроверки или ритуалы. Чтобы день был хорошим, я должен сделать это. Чтобы мне стало легче, я должна помыть руки или помыться. Много раз, раз в 18 в день желательно. Чтобы было все хорошо, я должна ходить по белым квадратикам. Чтобы было все хорошо, я должна правильно сплюнуть или еще что-то сделать. Или одеть пуговицу с правильными мыслями и так далее. Вот это все компульсии. Конечно, у КР бывает разной тяжести, разной степени выраженности. Я расскажу сейчас коротко и ясно в целом, как это выглядит. Как я говорил чуть раньше, у КР – это проблема пятерышников и отличников. Не обязательно красный диплом, это ирония. Это проблема, запоминайте, нормативности. Что такое нормативность? Нормативность – это нормы и правила. Поэтому, пометуя психоанализы, пометуя когнитивной терапии, пометуя всю психотерапию вместе взятой, вспоминаем, что есть такой термин «внутренний конфликт». ОКР чаще всего – это внутренний конфликт между двумя очень важными тенденциями. Внутренний конфликт – это борьба тенденций. С одной стороны, тенденция – я хочу быть собой, таким, какой я есть. Послать кого-то нахер или сказать, что он считает нужным. Сделать, что он считает нужным. Думать о том, что он считает нужным. Сексуальные фантазии, какие-то бредовые, какие-то фантазийные истории. Что только в голову не придет людям. Он говорит, что я такой человек. Это то, какой человек в реальности. Тем, каким он хочет быть. А второй мотив – это социальные нормы, правила, мораль и рамки. Каким он должен быть. Я не должна об этом думать. Если я об этом думаю, я плохая девочка. Я не должен так поступать. А что скажут, если я так сделаю? То есть, с одной стороны, ты хочешь, а с другой стороны, ты постоянно себя… Это назовем убеждение. Ты постоянно испытываешь убеждение о том, что это плохо, это нельзя. И вот эта борьба противоречивых тенденций между желанием и потребностью, и нормами, правилами, и «а вдруг меня осудят?», «а вдруг я буду неправа?», «а вдруг меня не поймут?», «а вдруг…», и есть тот самый внутренний конфликт, который приводит человека к сильнейшему напряжению или ОКР. Напряжение в ОКР всегда будет проявляться, помните, как мы уже говорили, телесно, и это вегетатика. Напряжение в ОКР будет проявляться мыслительным процессом или обсессиями, «а вдруг, а вдруг, а вдруг…», и напряжение будет проявляться в виде поведения. Надо проверить, надо избежать и так далее. То есть, ОКР – это «болезнь» или расстройство людей, которые слишком перфекционисты, которые слишком стараются всем понравиться, которые боятся за последствия, которые боятся, что будет плохо, иначе они этого не переживут. Как это лечить? Более подробно об ОКР смотрите на канале «Невроза мегаполиса». Там есть этот материал о том, почему мысли становятся навязчивыми, что на самом деле мысли становятся навязчивыми только тогда, когда мы к мысли применяем эмоцию. Вся терапия – это процесс индивидуальный с вами. Моя задача сегодня была вам показать, что такое ОКР, и что это на самом-то деле не так уж и опасно. Чем же грозит нам ОКР? ОКР нам грозит только проблемы с качеством жизни. Девочка и мальчик, которые такой нормативный, у которого постоянный такой внутренний конфликт, обречены на вегетатику, обречены на постоянные сомнения и на постоянные поведения. Как вам кажется, какое типичное поведение для нормативного человека? ОКР – это избегание, это прокрастинация. Он никогда не попросит зарплату побольше, он не рискнет, он будет много сомневаться, он будет бездействовать, он будет придумывать отмазки, почему он не делает это, и почему он не рискует, и почему он… Его жизнь, как правило, медленная, но красиво будет сливаться в унитаз. Всего лишь навсего, потому что он боится рисковать, он боится пробовать, а вдруг что подумают, а вдруг не получится, а вдруг маме и папе не понравятся, что они обо мне скажут. Все эти истории и будут создавать затяжную проблему нереализации. А как вы помните, он же хочет быть собой, но не может, потому что что о нем подумают. И вот это «хочу, но не могу», «хочу, но буду плохим» будет потихонечку его подтирать. Тут и паники могут начаться, и потом агорофобия сюда же прикрепится, и навязчивые мысли о сумасшествии. Все за этим стоит, как я боюсь быть плохим. Вы скажете, Леша, а при чем здесь сумасшествие, шизофрения, балконы, веревки, ножи и ОКР? Ну подумай, подумай. Если в ОКР стоит центральная тема «я боюсь быть плохим», то потом, смотря на окружающий твой мир, ты будешь просто интерпретировать окружающее пространство под вопросом, «а как я здесь могу быть плохим? А как я тут могу быть плохим?» Увидел ножи на кухне и подумал, а вдруг я их возьму и что-то сделаю. Увидел балкон, а вдруг я спрыгну. То есть ты не доверяешь себе. Ты настолько хочешь быть хорошим, что начинаешь просто придумывать себе историю про то, как ты можешь стать плохим. Ну подумай. Что ты будешь думать о себе, если ты сойдешь с ума и тебя упекут в дурку? Знаешь, что ты подумаешь? Я не оправдал на ожидания родителей, я их подвел, я не реализовал свои цели. Какой ужас! Отсюда будет вытекать у тебя вывод, только бы не сойти с ума. А что ты будешь думать, если ты возьмешь ножи там и кого-то там потеряешь контроль, загасишь? Все то же самое. То есть иерархия, заболею спидом, потеряю контроль, заболею шизофренией, сойду с ума, сброшусь с балкона. Это вся иерархия, это метафора, как я сейчас буду плохим. И запомни последнее. Никто из ОКРщиков никогда не сделает того, чего боится. Вы с ума никогда не сойдете, не прыгнете. Вы, конечно, боитесь, что мысли вас до этого доведут, не доведут. Не путайте страх, пожалуйста. Вы просто боитесь, потому что вы боитесь выйти за рамки. Работайте с вашим консультантом, с вашим психотерапевтом, и вы сможете с этим справиться. Подписывайся на канал Невроза Мегаполиса, ставьте лайки. Ваш Алексей Красиков. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова